Всем привет! Во вторник прошли очередные матчи в Лиге Чемпионов в группах A, B, C и D. Узнаем первых участников 1-8 финала, а также узнаем подробно все результаты, таблицу бомбардиров и расписание будущих игр. Итак, в группе A состоялись такие поединки. ЦСКА вообще красавчики после двух проигранных туров в группе подряд выиграли. Пропустив первый мат Базеля, армейцы смогли сравнять счет, сделал это вышедший на замену в Загоев, а 1-2 на табло установил Верблум. Выход Загоева усилил игру, позже это отметил сам швед. А вот братья-защитники Березуцкий провели уже тысячный матч на двоих за ЦСКА. Про серию Акинфеева говорить не буду. Базель впервые проиграл за последние 9 своих матчей в различных турнирах. В другом матче Манчестер Юнайтед играл дома с Бенфикой и, как предполагалось, выиграл 2-0. Счет мог быть в этой игре и крупнее, если бы на 15-й минуте Марсиаль переиграл голки Просвиллера с точки. Надо сказать, что свой второй мяч англичане все-таки провели с 11-метровой отметки. Это 9-я победа Манчестеров подряд на своем стадионе во всех турнирах. Скажу еще, что в очных противостояниях Бенфика побеждала лишь раз в далеком 2005 году. Таблица группы. Здесь Юнайтед набирает 12 очков, еще ни разу не проиграв в Лиге Чемпионов. Но этого пока не хватило для досрочного выхода из группы. У Базеля и ЦСКА по 6 очков, но швейцарский клуб выше за счет положительной разницы забитых голов. У чемпиона Португалии по-прежнему 0. 22 ноября пройдут очередные матчи. ЦСКА в Москве в 20-0 примет Бенфику, а Базель сыграет с МЮ. Следующая группа BPSG громит Underleg 5-0. Напомню, в этой группе Парис Инжермен уже побеждал с таким счетом Селтик в первом туре. 16 матчей во всех турнирах парижане не знают горечи поражений. Последний раз они проигрывали в конце июля на Международном Кубке Чемпионов, а в этой игре хитрик сделал Курзова. Бавария играла на выезде с Селтиком и также победила, но скромнее 1-2. Победная серия мюнхенцев равна уже 6 последним матчам. 6 побед под руководством Хайнкеса. В таблице у ПСЖ 12 очков. Команда еще ни одного гола не пропустила, отгрузив за 4 игры 17 мячей. И заслуженно досрочно выходит в 1-8. Бавария набирает 9 очков и также становится недосягаемо и также выходит в следующий раунд досрочно. Селтику и Андреллекту остается бороться за третье место, которое дает право играть Лиги Европы. У Андреллекта вороток дыра, через которую пропущено уже 15 мячей. В следующих матчах этой группы сыграют Андреллект Бавария, который опять играет на выезде. И ПСЖ вновь дома играет с Селтиком. Группа С. Атлетика сыграла в шестую ничью за последние 7 своих игр подряд, причем 3 последние завершились 1-1. Карабах добывает второе очко в группе. В этой игре у обоих команд было по удалению, правда в разное время. А вот в другом матче одной из команд было совсем не весело. Рома разбила Челси 3-0. Дубль оформил Эль Шарави, который счет открыл уже на первой минуте встречи. В 2008 году Челси уже пропускала от Ромы 3 гола. Игра тогда завершилась 3-1 в пользу итальянцев, которые выходят на первую строчку в таблице группы С, набрав 8 очков. Челси, которая если бы все-таки победила, также досрочно вышла в плей-офф. А пока что по-прежнему 7 очков. У Атлетика 3, у Карабаха 2. В пятом туре сыграют Карабах Челси и Атлетика Рома. И последняя группа Ди, в которой Барселона и Ювентус решили отложить выход из группы до следующего раза. Спортинг Ювентус 1-1 в третью игру подряд забивает Игуаин. Юви прерывает свою 4-х матчевую победную серию во всех турнирах. Барселона, также сыграв ничью с Олимпиакосом на выезде, также прерывает свою 4-х матчевую победную серию. Барселона в своем стиле больше владела мячом, а именно 66% времени. Греческие футболисты за всю игру всего лишь один раз попали в створ ворот. Таблицы у Барселоны 10 очков и разница забитых и пропущенных плюс 6. У Ювентуса 7 пунктов, 4 у Спортинга и у Олимпиакоса 1. В следующих матчах 22 ноября в этот день сыграют также все эти 4 группы. А конкретно в этой группе Ювентус встретится с Барселоной. Напомню, первую встречу выиграла Барса 3-0 и Спортинг сыграет с Олимпиакосом. В списке бомбардиров на данный момент наверху такая ситуация. У Кейна и Роналду по 5 голов, у Бен и Едера, Кавани и Неймара по 4 гола. С переходом на зимнее время некоторые восточноевропейские клубы будут начинать свои матчи чуть раньше. Первый день ноября в группе Джи Башикташ сыграет с Монако. В этой же группе чуть позже сыграют Порту и Лейпциг. В группе И Севилья примет Спартак, а Ливерпуль – Морибор. В группе Ф Наполи сыграет с Манчестер Сити, а Шахтер – с Фейнордом. И в группе Эйч Барусия примет АПЛ. На этот матч ожидается приезд около 1000 болельщиков с Кипра. И в центральном поединке сыграют Тоттенхэм и Риал. На этом пока все. Ставь класс, если ролик был полезен и подпишись, если не подписан.